Ну и до сих пор он, наверное, тоже в какой-то степени. Вот. Поэтому вот это желание нашего сознания быстро хватать информацию и быстро узнавать, что это такое, да, оно как раз является главным препятствием на пути прохождения нашей информации, как ни странно. То есть, я приведу такой пример. Вот представьте себе, что вьюер какой-то получил задание считать, допустим, вот такой объект, очень актуальный для сегодняшней России. Допустим, две трубы там газовые, нефтяные, да, ну, допустим, они по какой-то причине сварены вот таким перебарем, какой-то газопровод, я не знаю. Представьте, что вьюер дарил такую конструкцию. И вьюер начинает воспринимать, и он... А знаете, вот еще есть такая штука интересная. Во вселенской информационной матрице, я вот в этом сам убеждал с ней раз, вот люди, которые работают в этой теме, вот, она как бы не человеческого такого характера информация там. То есть, если информация компьютерная, она как-то вот, ну, заботимся, размещая эту информацию, да, на компьютере, заботимся о том, кто ее в итоге будет воспринимать, да, потом считывать, то во вселенской матрице эта информация, она подчас вот совершенно неудобоваримая для человеческого сознания. То есть, образы, которые в ней, из нее могут передаваться, они совершенно не заточены под нашу голову, да. Я уж не знаю, там, под чьи голову они были заточены изначально, и когда там, кто ее когда создавал, эта история пока умалчивает. Вьюеры пока до этого еще не дошли. Вот, поэтому мы можем пока только ловить такую вот эмпирику, да, то есть, вот, эмпирика показывает нам то, что, эмпирические данные, то, что, допустим, я даю вьюеру считывать пистолет, допустим, да, вот такой, предположим, да, Вьюер рисует что-то вот такое, вот примерно такое, то есть, пистолет перевернутый вверх ногами, понимаете, он считывает полностью форму, совершенно не понимая, что он считывает. То есть, и он считает, что он считывает привидение вообще. Ну, то есть, видим, его привидение ближе гораздо, чем пистолета, его сознание, понимаете, здесь вот происходит так называемое ложное узнавание. То есть, да, он, если бы не назвал это привидение, возможно, его бы сознание потом дошло бы до образа пистолета, да, но так как он привидение, в первую очередь, его сознание как бы обозначило уже, что это привидение, то есть, достаточно нам объект назвать, как там пароход назовешь, так и поплывет, да, то есть, вот достаточно нам применить какое-то слово, достаточно нам опознать его, обозвать как-то, и все. Мы себя решаем уже, мы закрываем все ворота. И вот представьте себе, предположим, вьюер начинает считывать вот этот объект. И вот часто, знаете, когда считываются объекты, люди ловят проекции. То есть объемность, она появляется не сразу в виде. И предположим, вьюер видит вот такую проекцию. И его сознание сразу, я знаю, это очки. И он начинает дорисовывать. Раз, такая проекция. То есть еще до того, как эта информация доходит до нашей личности. Вот где-то на границе сознания-подсознания, откуда она проникает, наше сознание сразу начинает эту информацию хватать и считать, что оно понимает, о чем идет речь. То есть оно начинает выдавать нам, да, красивые образы. А другой вьюер может увидеть в этом, там, не знаю, не очки, а велосипед, да, и дорисовать там руль, дорисовать седло, там еще и велосипедист сверху там посадить. И все, он потерял связь с реальной целью, понимаете? То есть достаточно ему опознать ложно, хотя бы один из элементов. И все, он потерял связь с этой целью, и все, его сеанс можно уже в мусорное ведро успокоить совершенно классно. То есть вот эта способность нашего сознания опознавать, вот это его навык такой, да, как оказалось, порочный для этой практики, он является очень серьезным, с которым, в общем, много приходится работать. Вот, и поэтому в дистанционном виде делится информация на первичную и вторичную. То есть вторичная – это аналитическая информация, которую наше сознание пытается накладывать. И вот это один из таких вот краеугольных, на самом деле, камней, с которым бьется эта наука. Вот, мы же бьемся со своими головами, там одна песня поется, да? Со своими ничьими там не будет, голова им бьются люди, да? Так вот, в дистанционном виде мы бьемся со своими головами. То есть мы, на самом деле, получаем информацию через тело. То есть вот путь, который дистанционное видение нашло, вот этой, вот этой связке, вот это сознание, вот это бессознательное. Это бессознательное. Вот здесь существует некое подобие мембраны, которая не является столь прозрачным. То есть вот порог. Ну вот на английском «лимен» это называется. И здесь вот это наше тело. Именно тело может служить вот этим мостом. То есть тело в широком смысле этого слова, да? То есть не только наши телесные ощущения, но и все наши сенсорные органы чувств в том числе. То есть именно через наше тело является вот той сферой, через которую информация передается нашему сознанию из бессознательного. Именно оно является таким проводником. И поэтому дистанционное видение даже иногда называют как бы «маршал арт». На русском это «боевое искусство». То есть боевое искусство – это то, что там тайцзы, карате и так далее. Ну то есть это, конечно, такая метафора некая. Но вот мы имеем дело на самом деле с телесной практикой. Кстати, в унисон, ну я вам потом на курсе покажу.